Наступил четвертый день нашего похода. Сегодня нам предстоит подняться на священную гору Саамов Нинчур. Саамского переводится как «женские груди». По пути следования мы пройдем каскадом небольших водопадов в ручье бухта и потом совершим восхождение на гору, полюбуемся видами Лафозера и Сейдозера с вершины горы и осмотрим кое-что гиперборейское на горе. Субтитры делал DimaTorzok и начинаем восхождение каскаду водопадов. Набираем высоту. Примерно половина осталась. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры делал DimaTorzok Да! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше нам предстоит подъем наверх, где с вершины мы полюбуемся на панораму озера Лафозера Подъем у нас достаточно простой Субтитры создавал DimaTorzok Поднимаемся, делаем частые остановки, отдыхаем, кушаем ягоды, бруснику, шикшу и голубику Ну и просто наслаждаемся преслами Одна из легенд повествует о спрятанном в горе Нинчурт в городе Шаманов Несколько научных экспедиций пытались его найти По косвенным признакам они сумели обнаружить некоторые следы проходов под озером или тоннели Но город так обнаружить и не удалось Ну, скорее всего, конечно, более вероятно, что это не город А существовал некий проход ЛАЗ, который нашел еще Барщенко Даже у нее фотография есть В котором прятались Саамы Из достоверных источников можно отметить лишь то, что гора Нинчурт у Саамов очень почиталась Каждую осень Саамы съезжались со всех окрестных мест Приносили в жертву своих самых лучших, самых красивых оленей Олени не резали, а душили на веревке Обряд этот производил Ноид После того, как будет умертлен олень, Ноид начинал бить в бубен И все присутствующие поют песни Просят, чтобы рыбы и зверь хорошо ловились А когда уходят с горы, то оленя убитого оставляют на месте Ну вот и взошли мы на одну из вершин Нинчурта Откуда прекрасно видно четвертое повеличение озера в Мурманской области Озеро Лафозеро Длиной оно почти 50 километров, а шириной 5-6 Конечно, для самых ленивых самый простой способ попасть на эту гору Либо вообще в целом на Сейдозеро Это заброситься катером по Лафозеру Пройти надо всего лишь порядка 30 километров Занимает, как правило, это полчаса, максимум час В зависимости от погодных условий Если у вас возникло желание посетить это место одним днем Пишите мне, ссылка в описании Я вас свяжу с капитаном Сун Ну вот, даже лоси высоко так поднимаются здесь на Нинчурт Пожалуй, самый неприятный момент в этом месте Это постоянно летающие военные самолеты По поводу медведя удивились, да? Смотрите, кто еще сюда поднимается так высоко Лось Это лось, да Вот так вот, даже высоко так поднимаются Гора Нинчурт По одной стороне мы прошли Сейчас пойдем по второй Ребята пошли к Снежничку Ну вот, обратите внимание, пропилы, видите, вот эти? Вот, пропила Вот, у Юли тоже, да-да-да Вон там, вон они еще идут дальше Вот, туда дальше идут А кто из такого? Ну, кто-то считает, что это остатки гипербореи На самом деле, это следы геологического пробирования Сделаны геологами в 30-х годах Да Вот это что валяется? Вот это что валяется? Давай, Радон, палочку Палочку, давай Вот это, ребята, водоросли Халамидонада снежная Вон там плеси Идут Плеси, плеси Вот, палочку, молодец Хватай, 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 хватай Палочку Хватай палочку Перешли на вторую сторону Спускаемся вниз К Сейду Ну, а то место, где находился сам Сейд Безусловно, считалось священным Приносились Сейдомы жертвы, потому как сам и всящики старались их умилостровить Им поклонялись молитвы о благе и здоровье, о долголетии, о многочисленности семьи, успехов в рыбалке и охоте Часы, все оставляем здесь А потом на Авито выщите Сейд кормили, обмазывали кровью и жиром животных, клали перед ним олень и рога Кстати, Сейд, это не обязательно должен быть камень Это может быть просто приметный камень, как здесь, например, да? Это может быть пень, либо замысловатый корень дерева в тундре, находящийся Эта радиалка заняла у нас почти целый день И к вечеру мы начали спускаться уже к нашему лагерю Но сегодня мы остаемся ночевать в этом месте и никуда не уходим Субтитры создавал DimaTorzok Вот, пойдет! Сейдозерские ништяки! Рыбаки за Хариусом пошли Тайга Лавозерская, северный край Сейдозера, тундры и горы Избушка стоит у ручья Чевруай На этих бескрайних просторах Приехать сюда я давненько мечтал И все-таки сбылось желание Запрыгнув в вагон, флягу с водкой достал Чтоб чуть скоротать ожидания Стучали колеса часов двадцать пять В окно я смотрел с нахождением На север, любимая, еду опять Вежду свою станцию оленей Лавозер, вечер, конец октября Прекрасные твои очертания Надмотка губой, загорелась звезда Укрыт на полярном сиянии Мы видели этот видос Под чай мая Конец октября Прекрасные твои очертания Снег Не, во вторую ночь мы приехали Там где-то ночевали В районе Ревды, блин А вот потом на катере Приехали И вот только лагерь кинули На шесть часов Пацаны уже спатьли Я вот так вот отвечаю На коленях стоял просто в какаху вот так вот говорю спасибо просто она до сих пор полыхала я уже у меня уже шея так вот затекла смотри и все тоже в палатке заползли вот утром пошли офигенно было что сейд озеро это свое уникальное место со своим микроклиматом на противоположном берегу мы видим гору куан-де-спах саамского гора шаманского бубна спасибо куева спасибо игорек все прекрасно как никогда следы сомахи ребят на двери вот погрызла сомахи вот видите были в этом походе и трофеи уже и кичева на второй день похода взяла гигантская кунжа 15 минут борьбы димовых манагаров.